Таджикистан Таджикистан. За полгода закрылось 180 предприятий. Россия. Патент дорожает в очередном регионе. В столице Узбекистана определили потенциальных преступниц. Экономическая ситуация в Таджикистане продолжает ухудшаться. Так, по информации Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в первой половине текущего года в стране более 180 предприятий приостановило свою деятельность. Об этом сообщает Азия Плюс со ссылкой на председателя ведомства Зарабиддина Файзулло Зады. Также в результате чего около 2000 человек потеряли работу. Из-за продолжающегося ухудшения экономической ситуации в стране, в этом году некоторым жителям страны пришлось отказаться от совершения паломничества в Каабу. Количество недобора от запланированной цифры составило 1000 человек. Об этом сообщили в Комитете по делам религии, регулированию традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана. Наблюдатели на местах сообщают, что молодые люди в стране уже готовы работать даже за 800 самани в месяц, около 80 долларов, в то время как раньше за такие деньги работали только пенсионеры. В российском городе Челябинск местные власти хотят повысить стоимость патента для трудовых мигрантов на 20%. Об этом пишет УРА.РУ со ссылкой на начальника Главного управления по труду и занятости населения области Владислава Смирнова. По мнению Смирнова, это принесет в местный бюджет дополнительно 150 миллионов рублей. С 2014 года квота на иностранную рабочую силу сократилась с 10,4 тысяч до 204 человек. Вместе в регионе в среднем по году по патентам работает 18 тысяч человек. Мы регулируем это число с помощью стоимости патента. Сейчас она составляет 4,1 тысяч рублей в месяц. Бюджет получает 450 миллионов рублей. Предлагаю увеличить стоимость патента в 2020 году. В случае ее роста до 5 тысяч рублей в месяц мы сможем получить почти 600 миллионов рублей, сказал Смирнов на заседании регионального правительства. Таким образом, трудовые мигранты не только компенсируют дефицит рабочей силы, но стали неплохим источником для пополнения российского бюджета. Напомним, что средняя заработная плата у трудовых мигрантов в данном регионе составляет около 30 тысяч рублей, половину из которой каждый мигрант тратит на проживание, оплату патента, питание и прочие расходы. Комитет женщин Узбекистана составил список неблагонадежных женщин, жительниц Ташкента, в которые вошли 23 категории женщин, склонных к совершению преступлений. Список неблагонадежных, в частности, подпадают, склонные к совершению преступлений, отсутствовавшие долгое время, вернувшиеся в страну спустя долгое время, нуждающиеся в духовной поддержке, негативно влияющие на воспитание детей, с нездоровой обстановкой в семье, семьи, близкие к разводу, безработные женщины, малообеспеченные, временно проживающие в Ташкенте, также женщины, живущие без регистрации, несовершеннолетние до 18 лет, и молодые девушки от 18 до 30 лет, женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки. Как сообщает пресс-служба Хакимьята Ташкента, такое решение было принято по итогам встреч с жителями всех районов столицы, проходивших с 20 по 27 июля. На собраниях председательствовала заместитель Хакима столицы, председатель городского управления комитета женщин Дилбар Наджмуддинова. По итогам заседания было решено создать рабочие группы по предупреждению женской преступности, куда войдут сотрудники правоохранительных органов и специалиста комитета женщин. Тем временем новость взорвала узбекское интернет-пространство. В социальных сетях такую инициативу подвергли острые критики. Пользователи Facebook и Instagram запустили флешмоб под хэштегом потенциально опасно.